Всем привет! В общем, сейчас мы едем в ветеринарную клинику зоозащита. Мы там ни разу не были, но я думаю, не заблудимся. Сейчас уже скоро подъедем. Кошки сзади, волнуются. Но ничего, это дело нужно, это надо сделать. Вот здесь наш городской парк имени Олега Степанова. Вот, так что сейчас клиника где-то тут уже должна быть рядом. Вот белое здание, по-моему. Вывеск вот. Так, вот подъехали. Вот зоозащита. Ну вот, свершилось то, что мы, в общем-то, и хотели, и планировали. Мы простерилизовали кошек. Отвезли сегодня в клинику. И вот прошло полтора часа, и мы их забрали. Вот, вот уже рыжий отходит от наркоза. Вот, в общем-то, все нормально. И вы представляете, вот этот рыжий оказался беременной. Правда, срок был очень маленький, но врач говорит, она уже была беременная. Вот. Ну и сказала, поменьше ее кормить. В общем, она очень жирная. Поэтому, конечно, надо немножко на диете подержать. Иначе, говорит, потом это будут проблемы у стерилизованных кошек. Вот. В общем, сейчас, конечно, они неадекватно себя ведут, потому что наркоз. Вот, вот она переворачивается на спинку. Я их поместила сейчас в ванную комнату. Здесь у нас подогреваемые полы. Вот, теплые полы. Чтобы здесь было им потеплее. Вот, видите, валится. Бедненькая. В общем, такое состояние будет примерно до суток. Я буду за ними наблюдать. Кормить сегодня нельзя. Только водичку. Вот. Ну, вот рыжая, видно, посильнее. Вот она уже на лапы опирается, ходит. А дымке, видимо, тяжело. Вот. Дымка еще пока спит в полудреме. Вот. Злится. Завалилась. Подняться не может. Злится. Да, рыжая. Потерпи немножечко. Потерпи чуть-чуть. Потерпи. Потерпи. Да, да. Ну, что делать? Вот. Хочется и ходить. Видите, встает, уже ходит. Но еще ножки не держит. Лапки не держит. Ой-те, господи. Ну, вот такое вот у нас сегодня событие. Сегодня давать только водичку. Кормить нельзя. Кормить с завтрашнего дня. Швы обрабатывать перекисью водорода. Мазью левыми колем. Вот. И, в общем, в коробке она не сидит. Я ее пыталась в коробку посадить с бортиками. Но она оттуда выбирается, падает. Пусть лучше так ходит. Опасных предметов здесь никаких нет. Пусть ходит где хочет. Я думаю, часок-другой она, наверное, отойдет уже от наркоза. Вот. Ну, а дымка спит. Пусть спит. Вот такие у меня нарядные девки. В таких нарядных попончиках. Вот. Ну, ничего. У врача спрашиваю, не покусала вас дымка? Она говорит, нет. Хорошо себя ведет кошка. Правда, говорит, отрезки движений шарахается, конечно. Поэтому, говорит, при общении с ней просто делайте все плавно, без резких движений. Так что она мне такой совет дала, как себя вести вот с этой вот кошкой. Кошки холодненькие после наркоза, видимо, еще. Ну, ничего, здесь тепло. Здесь тепло, полы теплые. Так что, ну, вот. Ванька, встань-ка. Нам смешно, а ей, конечно, не очень. Да, ей не очень. Ну, ничего. Ничего. Ну, вот, друзья, еще один полезный шаг, как говорится, сделан. Вот. Так что, теперь, по крайней мере, хоть они не будут нам беспризорных котят приносить. Прошло уже, наверное, часа полтора. Дымка вылезла из коробки. Рыжая где-то там шарится по ванной комнате. В общем, все нормально. Все нормально. От наркоза отходят, вроде без каких-то там тяжелых последствий. В общем, все хорошо. В общем, я так решила. В приют я не буду их отдавать. Скорее всего, я просто их сфотографирую и размещу фотографии. Размещу на Авито, еще там на каких-то сайтах, на местных даже сайтах. Вот. Я думаю, так будет лучше даже для самих кошек. Тем более, вон, они уже стерилизованные. Хорошие кошки. У этой рыжей вообще, вон, окрас какой интересный. Такая, как персиковая. Дымочек пока вот сидит неподвижно на теплом полу. Ну, вот уже показываю вам кошечек на второй день. Я их перенесла в душевую на втором этаже. Здесь помещение поменьше. И здесь потише. И тоже теплые полы. И, в общем, им здесь тепло. Сейчас я снимаю вот эту попону, чтобы обработать швы. В общем, дымки сделали разрез в боку. Вот здесь. Вот, видите, небольшой такой шовчик. Нормальный шовчик, не кровит. Вот сейчас я это обработаю. И перекисью водорода, и левыми колью. И опять одену попонку. Конечно, они малоподвижны. Они не ходят, они лежат. Немножко попили молочка. В туалет сходили. Но еще не ходят. Постоянно спят. Вот так на них действует наркоз. Дымку вообще не ела. Попила только молочка, и все. Но ничего, я думаю, отойдут. Мурвы ищет уже вовсю. Вот, в общем, сейчас я буду обрабатывать. Вот такой шовчик. Через 10 дней нам надо ехать снимать швы. Так что все 10 дней они будут у меня здесь. Дымочки я уже все обработала. Вот, сейчас развернула. У рыжей. У рыжей здесь шовчик тоже такой небольшой. Я не стала попону ей снимать до конца. В общем, у нее на животике здесь. Ну, ничего, все чистенько, все хорошо. Перекисью обработала, мазь намазала. Сейчас все одену. Разморлы икались. Разморлы икались. Ну, я думаю, сегодня к обеду они уже отойдут все. Уже будут ходить. Уже придут в себя. Ну, врач так и предупредила, что это состояние сутки может у них держаться. Вот такое странно. Конечно. Да, мурлы икалки. Мурлы икалки. Теперь кот будет соседский ходить, страдать, других девок искать. Да? Наши девки теперь хорошие. Будут спокойнее. Да, кусаешься опять? Кусай, кусай. Только руки прошли у меня. Она меня опять кусает. Кусачка. Ах ты, кусачка, дымка. Ну вот, вот. Все хорошо. Большое дело мы сделали. В общем-то. Кстати, врач сказала, что вот у этой вот рыжей уже начальная стадия ожирения. Вы, говорит, ее кормите поменьше. Вы ее закормили. Она, говорит, у вас уже такая толстая. Так что сажайте ее на диету. Вот. Так что рыжая у нас будет на диете. Не знаю. Друзья, посоветуйте, как ее назвать. Я ее называю рыжая. Но она вроде не рыжая. Она персикового цвета. Так что кличку я ей пока никакую не придумала. Ну, дымке-то вроде кличка подходит. Она такая серая вся, дымчатая вроде. А вот это не знаю. Напишите, как вы думаете, как ее назвать. Вот она персикового цвета. Какое имя ей бы подошло. В принципе, ей, конечно, все равно, как ее буду я называть. Вот. Но давайте вместе с вами придумаем ей какое-нибудь имя. Ладно? Напишите мне внизу под видео, как нам ее называть. Девочка наша вот эта хорошая. Ой, лапку положила на дымечко, да? Ух ты! Ну, ладно, друзья. Вот история у нас с хорошим продолжением. Так что все нормально. Не переживайте за них. Я им вот когтидралку здесь поставила, чтобы они немножечко здесь развлекались. Когти драли. Но им сейчас не до этого, конечно. Ой. Ну все. Если будут новости, я вас буду держать в курсе. Все. Всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин